Немножко поговорим с вами о финансовой грамотности. Прямо вот чуть-чуть, часика только скажу немножечко самого основного. И вот здесь очень хорошая цитата. Все люди мечтают быть богатыми людьми. Это однозначно. Каждый хочет иметь деньги, чтобы не нуждаться. Каждый хочет иметь, ну может быть даже не быть богатым, а есть мечты, которые каждый человек хочет реализовать, хочет иметь эти мечты. В основном это, конечно, мечты. Финансовая тема и здоровье, любовь. Как сказать, выйти замуж и похудеть, как на одном из семинаров мы говорили. То есть иметь деньги, иметь любовь, семью и быть здоровым и красивым. Так вот, если, например, в жизни что-то не так идет, то никто нам не поможет. Очень многие люди бездействуют, поэтому 98% населения нашей планеты, оно не имеет денег. Можно сказать, это бедные люди и всего 2% человечества это богатые люди. И люди видят себя в мечтах какими-то богатыми людьми. Но кто будет это делать в их жизни? Кто появится? Какой-то может быть чудодейственный человек, который возьмет его за руку и переведет. Либо вот какие-то сейчас есть чудодейственные диски, информацию, которую люди слушают, пытаясь изменить что-то в своей жизни. Только я сам, только каждый человек сможет что-то в своей жизни изменить. И если мы родились в семье бедных людей, да, вы знаете, что у нас в России в основном, ну, все были одинаково жили. Мы не были богатыми, как мы говорили, да, но мы были зато гордыми и так далее. Поэтому, добрый день, Татьяна. Поэтому, дорогие друзья, сегодня мы поговорим немножко о том, как, скажем, стать богатым человеком. Что нам с вами в жизни мешает? Нам в жизни мешает только мышление. Мы думаем, нас научили так, нас научили думать, как думают бедные люди, да. А надо думать немножко по-другому. То есть, отличаются люди мышлением богатый человек и бедный человек, они отличаются, ну, мышлением. Они по-разному думают, и поэтому они по-разному себя ведут, совершают разные действия. И, как следствие, у них разный результат. Разный результат. И поэтому, как же выглядит формула? Значит, все вот эти человеческие взаимоотношения, все наши действия, все наши модели поведения, все уже давно открыли, как нужно делать, как нужно думать. И даже, знаете, уже написали формулы. И вот, значит, формулы такие и существуют. Например, формула богатого человека. Как она выглядит? Вот она, формула богатства. У нас у всех есть доходы, мы работаем, у нас есть доходы. Доходы минус расходы должны давать нам остаток определенный. Вот здесь дельта нарисована, да, дельта. И вот эти оставшиеся деньги, свободные деньги, мы говорим, оставшиеся от наших расходов, доходы минус расходы, их нужно приумножать в энное количество раз, для того, чтобы получилось, вот это, видите, знак суммы, да, буква сигма называется. Значит, это и есть то, ради чего мы с вами живем. Это капитал. Ну, я не могу сказать, что ради этого мы живем, да, но это то, что даст нам реализацию нашей мечты, это то, что даст нам то, о чем мы мечтаем, хорошая, качественная жизнь, здоровье, любовь и так далее. Потому что всегда нам нужны определенные деньги для каких-то наших целей. И в основном мы всегда себе отказываем. Мы не покупаем то жилье, в котором мы хотим жить, мы не отдыхаем там, где мы хотели отдохнуть, мы не покупаем те себе вещи, одежду, еду и так далее, несмотря на цены, да, все время смотрим, а сколько это стоит. Так вот, смотрите, формула богатства, она выглядит так. Доходы минус расходы должны давать нам остаток, который мы приумножаем и который и будут создавать наш капитал. То есть, смотрите, вот этот капитал, это богатство, его нужно создавать, создавать не один день. И надо сказать, что у нас, дорогие друзья, шансов на это очень мало. Почему? Потому что мы не родились в семье богатого человека, у нас нет сформированной модели поведения, да, как ведут себя богатые люди. И часто мы этих людей богатых не понимаем, да, и говорим, ну еще столько денег, и что-то он там такой жадный, да, экономит на все, можно сказать. Значит, разные есть у нас, скажем, по этому поводу, свои взгляды, взгляды бедного человека. Вот, и, значит, второй момент у нас такой. Нас не учили быть богатым человеком, да, и мы, конечно, сейчас учимся, и мы хотим изменить что-то в своей жизни, но мы должны понимать, что быть богатым – это долго, это трудно, это долго, это трудно, но лучше уже начать делать шаги к созданию своего капитала, к тому, что мы станем богатыми людьми, чем сидеть сложа руки, потому что, как мы уже с вами видели на предыдущем слайде, автобусы там не ходят, где мы стоим, да, мы не… никто нам не поможет, если мы сами не начнем действовать по-другому. И вот немножко я хотела вам сказать еще один момент, вот тут, значит, лестница формул. То есть, как выглядит, ну, как выглядит формула бедного человека? Вот если буквой «Д» обозначены доходы, буквой «Э» обозначены расходы, и дальше формула говорит о том, что если вы зарабатываете деньги, после того, как вы их, скажем, потратите на определенные ваши расходы, необходимые расходы, и у вас останется денег меньше даже, чем вы заработали, то есть, у вас останутся после этого долги, то вы живете как банкрот. Это формула банкротства. Это самая низшая ступень, это ступень у нас, знаете, можно сказать, ниже черты бедности. Вот, ниже черты бедности. Следующая ступень – это формула бедности. Когда вы зарабатываете деньги, вы имеете доходы, после того, как вы разложили ваши деньги за квартиру, за коммунальные платежи, питание, аптека, телефон и так далее, может быть, даже долги какие-то в банке у вас, у вас остается ровно ноль, не осталось ни копейки, то есть, живые от получки до получки, от зарплаты до зарплаты, от дохода до дохода, то это формула бедности. Эта формула бедности у вас ничего не остается. Есть еще другая формула бедности, и тоже это бедные люди. То есть, люди зарабатывают достаточно, доходы минус расходы дают им какой-то остаток, этот остаток накапливаем, 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 а потом берем и тратим, все под ноль. И это тоже формула бедности, потому что на самом деле должны деньги оставаться. И капитал, вот сейчас мы об этом с вами говорим, капитал, его нужно создавать, его нужно создавать, его нужно приумножать, да, и надо, чтобы у нас, скажем, менялась наша жизнь, и именно создание капитала, и выведет нас из состояния бедности. Так вот, формула богатства, она такая, доходы минус расходы равно остаток определенный, свободные деньги, дельта, можно сказать. Эту дельту мы, эти оставшиеся деньги мы с вами приумножаем, то есть, во что-то мы инвестируем, куда-то вкладываем, их приумножаем, либо мы занимаемся торговлей, либо мы занимаемся там недвижимостью, в нашем случае у нас есть недвижимость, и вот именно это дает нам определенный капитал. И вот, скажем, этот капитал, он должен расти. За счет чего он должен расти? За счет того, что наши доходы увеличиваются, за счет того, что наши расходы уменьшаются, за счет того, что вот это количество раз, то есть за счет того, что наше инвестирование приносит нам все больше и больше доходов, и вот капитал наш растет с каждым днем. Но вы должны понимать, что если вы не будете совершать определенных действий, само это не произойдет. И вот, скажем, следующий слайдик я вам покажу. Это вот финансовая лестница. То есть мы говорим, я хочу финансовую свободу. Очень многие люди говорят об этом. Я хочу финансовую свободу, я хочу финансовой независимости. При этом люди не понимают, да, ну и не знают, примерно не знают, что это такое, какие это суммы денег, сколько это денег должно быть, когда начинается финансовая свобода, когда у нас финансовая стабильность, когда у нас финансовая безопасность, какие эти суммы денег. Так вот, если вы иступили на ход богатства, вы хотите быть богатым, и вы начали считать деньги, то вы должны понимать, вы должны начинать с учета. И вот вы посчитали, посчитали ваши деньги, и вы знаете какой у вас ежемесячный расход какой у вас сколько денег вы тратите ежемесячно ежемесячный прожиточный минимум как можно и вот финансовая опасность это то когда когда скажем доходы меньше расходов или нет свободных денег или есть отрицательный капитал о чем мы сейчас с вами говорили то есть у вас есть доходы но у вас расходов больше чем доходов это финансовая опасность вы тратите больше чем зарабатывает понимаете какой момент да и конечно же это финансовая опасность чего опасность банкротства и что в этом случае нужно в этом случае два момента нужно увеличить доходы и уменьшить расходы вот первый шаг конечно это возможно только благодаря учету финансовых наших средств финансовых средств сколько мы с вами денег зарабатываем и куда мы их тратим куда уходят деньги выявить выявить все неплановые покупки выявить куда у нас текут деньги и сначала выйти хотя бы на состояние 0 доходы минус расходы 0 и после этого дальше что делать дальше увеличивать продолжать увеличивать доходы оптимизировать расходы то есть снизить расходы посмотреть на чем вы можете там сегодня сэкономить там в хозяйстве питание там еще каких-то в отдыхе и так далее да можете сэкономить деньги не тратить это конечно не навсегда это для того чтобы начать создавать капитал и вам нужно чтобы у вас начало оставаться вот это ваша дельта значит следующий момент финансовая безопасность мы с вами говорю вот финансовая безопасность то есть смотрите что такое финансовая безопасность у вас есть доходы ваши доходы больше расходов у вас появились свободные деньги свободные деньги уже появились и вот сумма этих свободных денег должна у вас сумма должна быть равна 6 ежемесячным прожиточным минимумом. Предположим, что это такое? 6 прожиточных минимумов. То есть у вас должно хватить денег на 6 месяцев. Ну, если бы, предположим, случился какой-то форс-мажор, которого, по сути, у нас не должно быть, вы бы не работали, у вас бы не было доходов, чтобы вам этих денег хватило на 6 месяцев вашей жизни. На 6 месяцев жизни. Но я, может быть, неправильно выражаю прожиточный минимум. Просто вы должны понимать, сколько вы денег тратите на свою жизнь, чтобы вам хватило на питание, на проживание, на все наши житейские расходы, может быть, даже с учетом каких-то вещей сезонных и так далее. То есть сколько вам нужно денег в месяц. Вот это надо посчитать. Это нужно вести учет, например, и вы должны понять, сколько вам денег нужно каждый месяц. И вот эта финансовая безопасность, это когда у вас есть накопление примерно на 6 месяцев расходов ваших. Вот. Это финансовая безопасность. Следующий момент. Есть такое понимание, как финансовая стабильность. И вот это следующий момент. То есть вы уже понимаете, скажем, ну, немножко вернусь назад, да, про финансовую безопасность. Вы уже понимаете, вы уже можете 6 месяцев жить, видите, у вас уже есть накопление, но вы еще не богатый человек. И вот эти первые деньги ни в коем случае не вкладывать никуда, ни в какие инвестиции, понимаете, у вас должна быть подушка безопасности. Эти деньги должны у вас быть НЗ, неприкосновенный запас. Так, а теперь идем к финансовой стабильности. Значит, точка отсчета какая? Доходы есть. Значит, деньги остаются. Вот эта точка отсчета, с которой мы считаем. Ваши доходы вдвое больше расходов. То есть, предположим, вы зарабатываете 100 тысяч рублей, а на ваши житейские расходы вам нужно всего 50, и вам хватает этих денег. То есть ваши доходы в два раза больше, чем ваши расходы. У вас есть свободные деньги, свободный капитал, и этот свободный капитал равен 12 месяцам прожиточным. То есть, скажем, если в месяц вы 50 тысяч тратите, то свободных денег должно быть у вас накоплений примерно 600 тысяч рублей. Вот это можно посчитать. И у вас есть два источника дохода. Например, у вас есть работа, у вас есть наш проект, в котором мы работаем, у вас есть недвижимость, которая приносит вам доход от аренды. Или, предположим, у вас есть счет в банке, куда вы откладываете деньги, и вам этот счет приносит определенные проценты. То есть два источника дохода. Или у вас есть акции, которые приносят вам доходы. То есть два источника дохода. Или у вас есть еще маленький магазинчик, где вы нанимаете работников, и они у вас работают. И этот магазинчик, или этот прилавок какой-нибудь, приносит вам доход. Или у вас есть еще что-то, неважно что, но у вас должно быть два источника дохода. Ну, не две работы, скажем, некоторые говорят, вот я сейчас пойду в две компании в сетевую, и буду там работать в двух компаниях, и у меня будет два источника дохода. На самом деле это у вас будет две работы. Вот источник дохода, я, например, так понимаю, что это как аренда, доходы от аренды в недвижимость. И вот это будет у вас уже финансовая стабильность. То есть у вас есть денег накоплено, подушка безопасности на целый год, вы на целый год живете, ну, и вы можете примерно понимать, сколько это денег у вас должно быть, исходя из того, какой у вас расход каждый месяц на содержание вашей жизни, на вашей семье. И два источника дохода. Вот это финансовая стабильность. Следующий наш шаг – это финансовая независимость. Вот вы здесь видите, да? Финансовая независимость. Что такое финансовая независимость? Это когда у вас есть доходы, когда у вас есть уже пассивный доход, предположим, аренда, либо еще. Что-то у вас есть пассивный доход. Вы создали, у вас уже есть какая-то инвестиция, и этот пассивный доход больше ваших расходов. То есть вот эти доходы от аренды, они приносят денег больше, чем ваши расходы. Предположим, у вас 50 тысяч рублей расходов в месяц, а вот ваш пассивный доход, что такое пассивный доход? То, что приносит деньги без вашего участия. Доходы от ваших активов. И этот пассивный доход больше, чем 50 тысяч рублей, больше, чем ваш прожиточный минимум. Понимаете? Вот это финансовая независимость. Даже если вы не будете работать, вам денег на жизнь платит. Ваш пассивный доход приносит вам больше денег, чем ваши расходы. И последний момент в этой лестнице – это наша финансовая свобода. Наша финансовая свобода. И финансовая свобода – это когда у вас есть доходы, конечно, у вас есть расходы. Пассивный доход от капитала больше желаемых расходов. То есть вот вы хотите миллион, скажем, рублей тратить в месяц, да? А вот ваш пассивный доход, который у вас к этому времени уже есть, вот этот пассивный доход больше желаемых расходов. Больше этого миллиона. То есть у вас есть доходы, у вас есть расходы, у вас есть пассивные доходы, да? Здесь у вас есть несколько источников дохода. Естественно, это не два источника дохода. И вот теперь вы прекрасно понимаете, как же надо думать, что же нужно знать для того, чтобы все это в своей жизни сделать. И мы должны прекрасно понимать, что богатый и бедный ум, они думают по-разному. И что делают бедные люди? Бедные люди ходят на работу и работают, а богатые люди создают источники доходов. Вот именно как раз этот пассивный доход, пассивный капитал. Понимаете? Люди создают источники доходов. И следующий момент еще какой. Чем отличаются еще? В чем отличаются богатые от бедных людей? Скажем, бедный человек ищет готовые рецепты, ну и говорят, ну скажи, что я должна делать? Скажи мне, что я должна делать? Куда мне можно вложить деньги, чтобы стать богатым человеком? Что я должна? Скажи мне, ищут готовые рецепты. А человек с мышлением богатого человека, богатого, да, с мышлением богатого, он эти возможности видит вокруг себя. Вот чем и отличаются богатые люди. И, скажем, еще раз повторю, да, дорогие друзья, бедное, мышление бедного от богатого, чем отличаются? Бедный человек ищет готовые рецепты, приходит на семинары и говорят, скажите, куда можно было вложить. На одном из семинаров там преподаватель говорил, вы должны как приумножать? Вот эти деньги, которые у вас сейчас есть, вам нужно, чтобы у вас хотя бы было 60% годовых прибыль. И что говорят бедные? А куда можно вложить, чтобы, значит, иметь 60% годовых месяцев? А люди с мышлением богатого, как это делать, как приумножить, они говорят, что я должен делать, чтобы у меня это было. И вот, например, они ищут такие возможности. Кто-то, может быть, занимается торговлей, есть еще какие-то другие варианты, да. И эти люди, они не ищут готовых рецептов, они ищут возможности, в которых они работают. И, скажем, мы сегодня с вами видим очень много в интернете таких предложений, где нам говорят, ничего не надо делать, ты заходи, деньги положи и ты будешь богатым. Сейчас, после того, как я вам показала вот эту финансовую лестницу, да, вы прекрасно понимаете, что сегодня нет готовых рецептов. И очень многие, скажем, финансовые проекты, которые сегодня есть в интернете, они не решают наших проблем. Что сидя на диване, не совершая никаких действий, даже, скажем, если мы хотя бы ведем учет своих финансов, это уже какая-то работа, да, которая нам, скажем, будет очень полезная. Вот, ничего нельзя сделать без труда. И это очень долго, и это очень трудно, тем более, если вы сегодня, положим, не имеете никаких сбережений, не имеете никаких доходов, то надо начинать прямо сейчас, прямо немедленно, понимаете, прямо немедленно. И надо создавать, и надо, скажем, как это создавать, сначала нужно найти работу, сначала надо источник дохода. Если, дорогие друзья, нет источника дохода никакого, да, то вот эта вся лестница, эти все формулы, они не имеют никакого смысла. Первое, что нам нужно сделать, нам нужно создать источник дохода, чтобы у нас были доходы. Это первый момент. Второй момент. Нам нужно эти доходы каждый месяц увеличивать. Это второй момент. Третий момент. Нам нужно снижать расходы. И самый главный момент, конечно, надо вести учет, учет своих финансов. Существуют еще, конечно же, финансовые планы, да, сегодня об этом говорить не будем, там тоже не все так просто, но вот хотя бы то, что сейчас я вам сказала, это очень просто, и это уже сегодня вы можете сделать. А я хотела, знаете, перейти немножко все-таки к нашему маркетингу. Но начнем с того, что мы с вами будем заниматься тем, что увеличивать будем доходы, создавать свои доходы. Сегодня у нас есть хорошая работа. Ну, еще хочу сказать, что вы должны понимать, что сегодня наш проект, New Millennium Center, проект San Metropolis, это у нас работа, это то, что дает нам с вами сегодня доходы. Понимаете, мы делаем какие-то действия, мы трудимся здесь, и мы с вами имеем вот эти замечательные наши доходы. И эти доходы можно увеличивать. И вот эта вот лестница, которая вам сейчас открыла, видите, мы можем зайти за маленькие деньги, и мы можем свои доходы увеличивать с каждой ступенью, с каждой ступенью увеличивать свои доходы. Вот вам готовые решения, скажем, увеличения своих доходов, да, вот вам готовые решения, готовый бизнес-план, готовые действия, готовый, скажем, инструмент, где мы с вами можем увеличивать свои доходы. доходы сначала это может 170 долларов потом это может быть 300 долларов потом тысячу долларов потом 4000 долларов а потом у вас уже будет и 128 тысяч долларов а такой доход это что сегодня дает нам компания это идеально подходит вот к этим формулам о котором я о которых я с вами говорила за что мы получаем здесь с вами зарплаты доходы но у нас не рассказать зарплату нас доходы даже что мы приглашаем получать деньги за развитие рынка сбыта по большому счету если говорить на языке скажем можно сказать бизнеса до предпринимательства то мы с вами сегодня здесь имеем доходы компания нам платить за развитие рынка сбоку за привлечение потенциальных покупателей за создание базы покупателей если вы когда-нибудь работали в торговлю или искали себе работу в торговле и рассматривали такие варианты то вы наверняка сталкивались с тем что работодатель говорил приглашаю на работу предпринимателя ну и там торгового представителя или менеджера с готовой базы со своей базой то есть база вот самая цена в мире эта база в торговле но не самая цена но это главное кому мы будем продавать вот это все нужно вот это вот база так то будет у нас это все покупать точно так же и в нашем проекте естественно у нас должна быть база покупателей и сегодня за эту базу тоже люди значит знаете готовы приглашать другие проекты когда вы можете прийти со своей структурой с готовой базы и за что нам платит компания она нам платит за создание рынка сбыта за создание этой базы потенциальных покупателей за помощь этим покупателям потенциальным достичь вознаграждения 128 то есть совершить покупку другими словами совершить покупку в нашем проекте мы с вами как менеджеры должны не только найти этих потенциальных покупателей но помочь им здесь заработать деньги на покупку недвижимости и сделать эту покупку и наш маркетинг он дорогие друзья он идеально подходит для того чтобы мы с вами реализовали вот те задачи а именно какие задачи по созданию своего капитала до создания своего капитала хорошо у нас с вами здесь есть доходы наши доходы здесь каждый день каждый месяц они растут до продвигать по нашему маркетингу что нужно дальше делать нужно надо начинать накапливать деньги откладывать откладывать столько денег сколько вы можете на сегодняшний день отложить даже если вы получили 170 долларов вознаграждения отложите хотя бы один доллар но у вас должна сформироваться привычка создание капитала должна сформироваться привычка кроме того что скажем еще ряд привычек должно сформироваться вот потому что богатый человек от бедного человека отличается моделью поведения а это как раз вот те действия те привычки да тот образ мышления люди думают по-разному по-разному думаю один человек говорит что я пойду возьму куплю в кредит потому что мне и уже сейчас буду начинать пользоваться а богатый человек например думать я не Я не могу это покупать, потому что у меня нет денег, я в кредит не могу взять, потому что я не могу купить, я этих денег еще не заработал. Мне не на что покупать этот продукт, потому что я этих денег не заработал. Кредит богатые люди не берут. Еще хочу сказать один момент. Очень многие люди в свое время подсели на эти кредиты, стали брать кредиты для покупки каких-то дорогих товаров, мебель, бытовая техника, телефоны, смартфоны, автомобили, квартиры и так далее. Это все от финансовой неграмотности покупают, потому что смотрите, если у человека низкие доходы, вы сами понимаете, что сегодня у нас кредиты все под высокие проценты, под высокие проценты 15, 18, 20, 25 и даже 45% годовых у нас такие есть. Кто-то умудряется прямо взять еще микрозаймы, где проценты достигают прямо, знаете, до 60% в месяц, не в год, а в месяц, понимаете ли, там 30% в месяц достигают, да, проценты высокие такие. А рассчитываться нечем. Люди берут деньги, потому что кредиты, микрозаймы, потому что у них нет денег. А ведь это неправильно. А ведь это неправильно, то есть почему? Потому что кредит нужно брать тем людям, у которых есть доходы, чтобы было из каких источников платить. А если у человека нету доходов, ему не хватает денег на жизнь, а вот вынь-то положь, ему, например, нужны какие-то там вещи, дорогой телефон или бытовая техника. Вот я хочу купить телевизор себе вот на всю стену или даже просто плоский, да, плазму я хочу себе купить, предположим, а доходы мои сегодня не позволяют. А что я делаю? Иду и беру кредит. И это правильно, и это неправильно. Потому что кредиты созданы для тех людей, у которых есть доходы, понимаете, у которых есть доходы, большие доходы, например, для того, чтобы человек мог очень быстро этот кредит загасить с минимальными потерями, с минимальными, с минимальной переплатой. А тот человек, который, скажем, не имеет доходов или имеет маленький доход, и эти доходы у него меньше, чем его расходы, то, понимаете, кредиты этот человек не имеет права брать, не должен, не должен, понимаете? Потому что ему нечем будет платить. И это усугубит его, скажем, банкротство. Так, Нина пишет, считаю, что хорошая возможность избавиться от кредитов. Так, вложение в инвестиции, в Евробит уложить. Ну, сегодня то, что мы делаем, я не могу сказать, что это вложения какие-то, это покупка бизнес-места, это покупка участия в проекте. Вот те деньги, которые мы сегодня вкладываем в Евробит, там, или в любой другой проект, это все-таки мы покупаем бизнес-место, если это наши предварительные проекты, да, вспомогательные, Евробит и Группус. А уже в солнечном шансе мы с вами покупаем сертификат, сертификат, эти деньги не пропадут, эти деньги будут вам возвращены, когда вы будете покупать недвижимость, это является задатком, так скажем, за будущую недвижимость, которую вы потом в будущем будете покупать. И здесь вы тоже должны понимать, один очень важный момент, 128 должен получить каждый, вот вы себе просто поставьте эту цель, мимо которой вы пройти не имеете права, понимаете, почему? Потому что это будет еще один ваш источник дохода, 128 тысяч долларов даст вам возможность купить недвижимость, на Кипре за эти деньги, за 96 тысяч долларов, можно купить не одну недвижимость, не говоря уже о том, что в России тоже можно купить 2-3 недвижимости. Понимаете, вот, и еще деньги останутся, и каждый человек должен здесь дойти до 128 тысяч долларов для того, чтобы поправить свое финансовое положение, поправить, потому что если сегодня у вас нету то, о чем мы с вами сейчас говорили, да, у вас, скажем, расходы больше, чем доходы, у вас нет источника доходов, да, у вас один источник дохода, это наш проект Сан-Нитрополис, да, вот, и все, больше других проектов нету, а то еще может быть предварительные проекты, ВРО, плюсы даже еще вы в Евробит не зашли, понимаете, то я что хочу сказать, то, скажем, то, что мы сегодня делаем, это будет вашим доходом, и покупка недвижимости, это будет ваш второй доход. Тот доход, который даст вам состояние, там, финансовое, что мы там с вами говорили, там, независимость. Я думаю, что информации достаточно, понемножечку вы, может быть, что-то в своей жизни начнете по-другому думать, хотя бы чуть-чуть, хотя бы поищите какую-то литературу, то есть окружите себя другой информацией, той информацией, которая поможет вам научиться думать немножко по-другому. Потому что все, все проблемы именно у нас в мышлении, вот, мы думаем, как бедные, делаем, как бедные, получаем результат бедности. Поэтому нужно, чтобы было немножко по-другому, хотя бы начать вести, смотрите, учет денежных финансов, ваших денег, учет, сколько вы зарабатываете, сколько вы тратите. Есть еще одна привычка богатого человека, когда вы идете в магазин, то вы составляете список, список тех товаров, которые вы будете покупать. И если у вас в этом списке нету товара, то вы его не покупаете. Даже если вы увидели там супер скидку, супер там, акция какая-то, то есть, скажем, планировать не только свои доходы, но планировать еще и расходы. Вот эти такие важные вещи. Ну, очень многие бедные говорят, ну, чего я буду себе там сейчас ограничивать, я что, на еде буду экономить, что ли, я не буду экономить, я и так ничего не имею. Сейчас я еще тут пойду в магазин, и я себе не куплю лишний кусок колбасы, что ли, я куплю, и все. Понимаете, это не навсегда. Вам нужно создать вот эту разницу, дельта, дельта между доходами и расходами. Вам нужно вести учет финансов, вам нужно на какое-то время снизить, искусственным образом снизить ваши расходы и увеличить доходы. Понимаете, увеличить доходы надо. И вот это создать, вот эту дельту. Значит, надо начать вести учет финансов, надо начать вести, момент такой, откладывать деньги, начинать их накапливать. Ну, возьмите какую-нибудь, просто какой-нибудь там пакет пластиковый, да, или кошелек какой-то, куда вы будете постоянно откладывать деньги. Создавать подушку безопасности. Еще до состояния финансовой независимости, финансовой свободы, финансовой там стабильности очень далеко. Очень далеко. Потому что сегодня к нам приходят люди, которые даже не имеют 45 долларов для того, чтобы стартовать в нашем проекте. Они не могут себе купить место в бизнесе. В нашем бизнесе купить место. Вот то, что мы за 45 долларов покупаем, это бизнес-место, которое, площадка, так скажем, да, которая позволит вам участвовать в этом проекте и работать в этом проекте.